Специалисты в области права и юриспруденции раскритиковали законопроект о высшем юридическом образовании, поданный Оксаной Сыроид, Мустафой Наемом и рядом их коллег. Настоящая цель законопроекта, по мнению экспертов, несколько не совпадает с тем, что авторы документа декларируют. Результатом принятия данного законопроекта станет сокращение подразделений, которые готовят юристов, ограничение доступа к профессии, куда пускать будут только своих. Главный вопрос к авторам законопроекта сокращение количества юридических профессий до четырех – адвокат, прокурор, судья и нотариус. Юрисконсульты, следователи, правозащитники и многие другие специалисты в эту категорию не попали. Именно специализированные подразделения, в которых работают юристы – это оперативники, следователи, эксперты. Без этого мы никуда не денемся. Очень надо взвешенно подходить к принятию таких законов. Тем более, по нашим регламентирующим документам, в любом случае, сотрудник, офицер, он имеет, не имеет, а должен иметь полное юридическое образование. И как бы тут надо очень взвешенно, опять же, повторюсь, подходить. Именно эти четыре профессии, профессии юридических, о которых я говорила раньше – адвокат, судья, нотариус и прокурор. После вступления в силу закона будут считаться, что это лица с высшим образованием. Все остальные юридические профессии считаются, что они лица с высшим юридическим образованием только в течение пяти лет. А что дальше? Дальше, что они должны сделать, не написано в переходных положениях. Или они должны сдать квалификационный экзамен. Или они заново должны пройти курс магистра. Или они должны… Вот что они… Это никак не обозначено и, соответственно, существует как минимум провал. Еще одно нововведение, которое предлагают авторы нашумевшего законопроекта – единый квалификационный экзамен. Это положение нивелирует положение нормативно-правовых актов, принятых ранее. И для того, чтобы занять вот эти четыре профессии, нужно сдавать единый государственный квалификационный экзамен. Экзамен, который будет проводиться без участия представителей ведущих юридических школ, без участия представителей органов самоуправления юридических профессий – судей, адвокатов. То есть, вот эти специальные экзамены, которые предусмотрены законом о судоустройстве и статусе судей, законом об адвокатуре и рядом других, этим законным проектом не признается. Предлагаемым депутатами от БПП и самопомощи законопроект не учитывает ряда спорных моментов, касающихся работников судов, отмечает преподаватель национальной школы судей Украины, судья-спикер Одесского апелляционного суда Лариса Зуева. Отдельный вопрос – подготовка профессорской преподавателя. По мнению ученых-юристов, законопроект 7147 в случае принятия негативно отразится на подготовке сотрудников профильных вузов. Как пример, одним из пунктов, который устанавливает проект закона, является необходимость опубликования преподавателями ежегодно не менее одной статьи в журналах, которые индексируются в базах Скопус или в App of Science. Если посмотреть на современные журналы профильные в Украине, то ни один из наших журналов в юридической сфере не индексируется в этих базах. Если мы говорим о журналах, которые входят в смежные науки, экономика, например, педагогика, стоимость такой статьи начинается от 2,5-3 тысяч гривен, доходит до 300 выше долларов, что на сегодняшний день с зарплатой преподавателей является тоже практически невозможным даже с финансовой точки зрения. Законопоект предполагает обязательное знание иностранного языка Евросоюза преподавателями и научными руководителями и сотрудниками. Знание языков Евросоюза – это английский, это французский, это немецкий. Более того, они должны свободно владеть в устной и в письменной форме. Начнем с того, что если говорить о нашем университете национальном, где я, будучи адвокатом, преподаю как преподаватель специализированный курс, я могу сказать, что большинство наших преподавателей действительно знают, свободно владеют иностранными языками. Но законодательно обязывать их владеть нельзя. Чтобы не допустить провала в системе высшего юридического образования, группа народных депутатов во главе с Сергеем Киваловым зарегистрировала альтернативный законопроект, который одинаково защитит права и студентов, и преподавателей, и юристов-профессионалов. Сегодня доверие парламента 2-3 процента. А почему такое процент? Потому что вносит такие законопроекты как о высшем юридическом образовании. Чистый бред, который сегодня у нас есть, от которого мы не знаем, как избавиться. Он зарегистрирован. Тогда мы вынуждены были внести свой законопроект альтернативный, профессиональный, если хотите. Так как мы его разработали и видим, и знаем не понаслышке, что такое высшее юридическое образование, сегодня мы, если будем принимать этот закон, то я уверен, что мне удастся убедить своих коллег, что наш законопроект альтернативный, но он значительно лучше, но он просто тогда регулирует те процессы, которые происходят в нашем обществе. Новеллой законопроекта является введение в юридическую практику нашу таких терминов, как регулируемые юридические профессии и нерегулируемые. То есть регулируемые правнычие профессии – это судья, прокурор, четкий перечень, дается исчерпывающий перечень, судья, прокурор, адвокат, нотариус, следователь, детектив, государственный исполнитель, частный исполнитель, преподаватель права и некоторые другие. И вот для того, чтобы занимать эти должности, предполагается сдача единого государственного экзамена после окончания четвертого курса, после бакалаврата. К слову, вопрос изменений в законодательство подняли на последнем заседании Совета ректоров одесских вузов, которое состоялось в Одесской юрокадемии. Я призывал и просил, и обращался, снимите этот законопроект, не нужно его вносить. Реформу решили высшего юридического образования. Потом возьмутся за медицинское образование, потом возьмутся еще. И этот процесс бесконечен. Надо хотя бы остановить именно это. Наталья Апара, Виталий Хемий, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Спасибо. Спасибо.